Доброе утро, ребята! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Давайте традиционно возвращаться на финансовые рынки. Традиционный брифинг с обозначением ключевых фундаментальных возможностей, которые наверняка, я хочу верить в это, вы использовали. Ну и, конечно же, основной новостной фон, который нас ожидает еще впереди. В ходе брифинга традиционно произнесу кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительные бонусы, плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 6,5%, он будет актуален до следующей торговой сессии, то есть до следующего брифинга. Что касается самого слова, то произнесу его по ходу брифинга. Предлагаю начать с наших традиционных первых ласточек, это нефть и российская валюта. Откройте, пожалуйста, графики бренда, посмотрите. На текущий момент мы видим то, что главный энергоресурс страны снова вернулся после такой затяжной коррекционной вчерашней сессии в район 62. Актуальные котировки 62 с небольшим. В целом, если говорить про фундаментальный фон, здесь мы продолжаем озвучивать ключевую инвестиционную идею, которая сейчас, напротив, сплачивает все большее количество медведей в этом активе и продолжает планомерно вместе с ним снижаться к нашей цели, которую мы поставили в районе 60 или 61. Ну, 61 это как минимум, я думаю, что мы уйдем еще ниже. Что касается фундаментальных предпосылок для коррекции нефти, то вчера можно начать даже сначала с резонанса позапрошлой торговой сессии, а точнее фундаментального фона, когда мы получили данные по запасам нефти США по версии API. Вы знаете то, что запасы снова увеличились, это вернуло на рынок идею того, что избыточные предложения начинают зашкаливать уже буквально во всех ключевых регионах, которые отличаются наибольшими объемами производства. После этого мы также переключались на идею того, что текущие риски, связанные с геополитической напряженностью, ситуация в Греции провоцирует трейдеров на уход в защитные валютные инструменты и не только валютные активы. Сейчас повышенный спрос, например, еще и на немецкие бунтсы, в общем, на облигационный рынок. Но для нас рынок Форекс сейчас, учитывая то, что мы делаем ставку именно на перспективы валютных активов, более ближе, поэтому все-таки нужно отдавать должное, что на этом фоне инвесторы повышают привлекательность через покупку доллара именно американскую валюту. Поэтому, если в связи с этим растет доллар, разумеется, традиционная классическая логика, что на фоне роста американской валюты, что происходит с нефтью, нефть корректируется. Еще один фактор. Следующий момент – это ожидание, что на рынке в самое ближайшее время появятся дополнительные объемы со стороны Ирана. Ключевая дата – следующий вторник, 7 июля. Думаю, что тогда будут какие-то информационные подвижки в этом вопросе. И, может быть, тогда появится конкретика, когда же Иран, будучи потенциально серьезным игроком на рынке энергоресурса, сможет увеличить объемы производства. Мы знаем то, что возможности очень серьезные у этой страны. Это как минимум 3,5-4 миллиона баррелей в сутки сейчас. Это меньше одного, примерно 950 тысяч они экспортируют. Поэтому, в целом, если будет прогресс по тегеранскому вопросу, я думаю, что Иран сможет увеличить объемы поставок со стороны нефтяного картеля. Что касается актуальных объемов добычи и выработки энергоресурсов, то сейчас, в принципе, мы уже констатируем чрезмерное предложение – это выше 32 миллионов баррелей. И, в целом, здесь, спасибо, нужно сказать уже Ираку, который в прошлом месяце увеличил объемы добычи до 4,4 миллионов баррелей в сутки. Поэтому факторов очень много, факторов негативного характера. И что касается вчерашнего новостного фона, вы знаете, что след за оценкой частного агентства АПИ спустя сутки публикуют отчеты Минэнерго США уже, которые также демонстрируют общие показатели запасов нефти США. Запасы уже и по официальным отчетам увеличились на 2,38 миллиона баррелей. Прогноз был снижение на минуса 2,07 миллиона баррелей. Поэтому восьминедельный цикл снижения запасов прерван. Вчера мы увидели то, что запасы продолжают, возобновили, собственно, рост. И я думаю, что если эта тенденция продолжится, значит наша цель, которую мы обозначили по нефти в районе 60, будет реализована в перспективе, может быть, нескольких недель. Что касается рубля, здесь понятно. Откройте графики, посмотрите. Сейчас, как ни крути, вряд ли мы найдем какие-то факторы, способствующие укреплению российской валюты. Напротив, куда ни глянем в плане макроэкономической статистики российского рынка, исключительно одни лишь проблемы, которые усиливаются из месяца в месяц и из квартал в квартал. Сейчас мы уже констатируем рецессию, которая оказалась выше прогнозных значений. Остается, конечно же, надеяться с оптимизмом, смотря на следующие показатели, что рецессия замедлится, но почему-то, скажем, веры в это не так уж и много, поскольку все-таки объективные фундаментальные показатели и производственной активности, и объемы капиталовложений, все это предпосылки, которые уже готовят нас к тому, что, к сожалению, ключевой отчет по темпам экономического роста будет еще хуже в следующем квартале. Поэтому макроэкономическая статистика – это такой позиционный фактор влияния на рубль, собственно, как и избыточное предложение для нефти. Поскольку он имеет место быть, присутствует на рынке, значит, для рубля это также потенциальный негатив. Что касается других факторов, здесь не стоит ни в коем случае забывать про активные действия со стороны российского мегарегулятора, который покупает валюту Министерства финансов, также закупает валюту для финансирования будущих расходов. Еще есть риски, связанные с Украиной, риски, связанные с Грецией, которые явно отталкивают сейчас инвесторов от рисковых инструментов, позволяя, точнее, создавая возможности для инвестирования в более безопасные активы. Это абсолютно экономически оправданное и обоснованное действие. Поэтому, исходя из подобной логики, на рубль будет оказано еще дополнительное давление, что нужно иметь в виду, принимая решения по трейдингу пары доллар-рубль либо евро-рубль. Что касается перспектив, мы с вами поставили цель 57-58, пока туда и смотрим. А сейчас пара торгуется рядом с отметкой 56, думаю, сегодня мы пойдем еще выше. Идем дальше. Что касается европейской валюты, здесь евро снова показала коррекцию по итогам вчерашнего дня, закрыла день в красной зоне. И ключевой новостной фактор по-прежнему остается неразрешенный греческий вопрос, продолжающийся противостояние с тройкой корректоров, с еврогруппой, с международным валютным фондом и с Европейским центральным банком. Соглашения по-прежнему нет, хотя буквально каждый день мы видим запланированные телеконференции. В общем, стороны обсуждают возможность нахождения соглашения и преодоления существенного, скажем, разрыва вот этих потенциальных договоренностей. Но в целом мы видим то, что прогресса до сих пор достигнуть не удалось, риски сохраняются, и они на самом деле еще больше сейчас заставляют нервничать все финансовые рынки. Вчера, если мы посмотрим на торговую сессию, греки подтвердили, что референдум, который запланирован на это воскресенье, остается в силе. Народная воля изъявления это воскресенье. Ждем голосования по вопросу приемлемости мер со стороны тройки корректоров и готовности, скажем, населения исполнять эти меры. Поскольку в любом случае, если речь идет о реформировании законодательной системы, рынка труда, пенсионной системы, в конечном счете, разумеется, они будут ложиться на плечи населения Греции. Сейчас очень много обсуждений идет на тему того, каким же будет референдум. Какая же позиция в итоге станет реальностью в понедельник, а точнее уже поздним вечером воскресенья, учитывая общественное мнение. В целом оно сейчас разделилось на два полюса. Это половину считают, что эти меры необходимо принимать, поскольку только так можно будет надеяться на то, что греческая финансовая система не скатится окончательно в пропасти, сможет восстановиться. И страна в целом сохранит свое членство в рамках валютного блока. Другая часть населения считает, что лучше не принимать эти решения, потому что, разумеется, предложения и инициативы со стороны тройки корректоров о том, что необходимо будет снижать заработную плату, пенсии, эта часть населения, скажем, воспринимает через себя. И это, мне кажется, правильная позиция. Понятно, почему нет единства мнений сейчас, но для нас это дополнительный интерес к тому, что референдум будет очень интересный. И поскольку мы все-таки ожидаем, что велика вероятность того, что греки проголосуют против, значит, в понедельник нас ожидает еще одно открытие с гэпом. Еще раз повторюсь, что этот гэп, этот ценовой разрыв в этот раз может оказаться гораздо более существенным, чем в прошлый раз. Что касается позиции Греции, я думаю, что вы все отслеживаете новости, наверное, могли заметить среди какой-то одной из них, что греческое правительство сейчас активно призывает население голосовать как раз против этих мер. Мне кажется, что подобная позиция связана с тем, что Греция сейчас демонстрирует определенные тактические ходы. Это часть переговорческой тактики. Во-первых, они согласились вроде бы как принять определенные меры со стороны тройки кредиторов, после этого отказались от программы финансовой поддержки. И если мы опять же вернемся на вчерашнюю торговую сессию, то сможем увидеть, что тройка кредиторов проявила большую гибкость, сняла ряд требований и осмягчила другие условия. То есть пошла навстречу Греции. Раньше этого не было. Поэтому если тройка кредиторов и в целом еврозоны заинтересованы в том, чтобы валютный блок остался целостным, значит велика вероятность того, по крайней мере невелика она есть, что если в ходе референдума население проголосует против этих мер, значит снова стороны вернутся к переговорам и тройка кредиторов проявит еще большую гибкость для Греции. То есть Греция таким образом сможет выбить для себя еще более комфортные условия. Но это как и одна из идей, один из сценариев рынка. Его нужно иметь в виду, потому что он действительно имеет место быть, учитывая позицию греческого правительства. Что касается дальнейших переговоров, до референдума больше телеконференций и саммитов не будет. То есть в следующий раз стороны соберутся только на следующей неделе. И когда уже будет рабочий материал для обсуждения в плане итогов референдума, вот тогда они будут уже искать новые базисы для потенциального соглашения. Что касается еще евро, статистика в принципе в последнее время мы несколько игнорировали. Я думаю, что это правильно, учитывая то, что все-таки всеобъемлющим фундаментальным фоном является сейчас ситуация в Греции. Но если мы посмотрим еще на динамику евро вчера, я думаю, что нужно коснуться еще темы долгового рынка, а именно облигационного рынка. Очень часто мы делали ставку на то, что когда трейдер хочет найти возможности, либо условия, базисы для интересного инвестиционного решения, нужно обязательно отслеживать ситуацию на облигационном рынке. Мы сравнивали спреды, разницу доходности между американскими трежерисы и немецкими бунтусами. Вчера эта разница превысила 160 баллесных пунктов. При этом американские многолетки динамично росли, поэтому мы увидели соответствующий спрос на доллар и еще большее давление на позиции европейской валюты. Почему растут сейчас американские многолетки? Потому что ФРС приближается к решению по повышению процентной ставки. Почему в Афлете находятся немецкие бунтусы? Это связано с тем, что ситуация в Греции сейчас не позволяет инвесторам рисковать. Поэтому все больше институционального, инвестиционного капитала уходит как раз в самые защитные активы, к которым традиционно относятся и немецкие облигационные бумаги. Поэтому облигационный рынок Германии сейчас не растет. Даже двухлетние, десятилетние бумаги находятся на тех же ценовых отметках. И, разумеется, в связи с этим они проигрывают соответствующему росту американского долгового рынка. И я считаю, что эта идея на текущий момент до разрешения греческого вопроса будет одной из определяющих. Вследствие которой можно будет продолжать делать коррекционную ставку на евро и, соответственно, еще проявлять больше интереса к американской валюте. Поэтому плавно давайте перейдем на доллар японская иена. Вчера, разумеется, у нас была возможность проанализировать данные по состоянию американского рынка труда. Это отчет EDP. По факту мы увидели, что статистика оказалась очень хорошей. 237 тысяч против прогноза 218 тысяч и против прошлого отчета 203 тысячи. Поэтому, поскольку EDP является предвосхищающим фактором для Non-Farm Perils, разумеется, мы ждем нечто подобного и от главного отчета по состоянию американского рынка труда. Завтра в США рынки закрыты, потому что день независимости. Поэтому традиционный Non-Farm Perils отчет съехал на сутки ранее. То есть сегодня мы ожидаем эту статистику в 15.30 по московскому времени. Если посмотрите на прогнозы, то сможете увидеть, что большинство экономистов ожидают очень неплохой статистики. Интересно, что помимо Non-Farm Perils, сегодня мы сможем проанализировать еще и данные по росту заработных плат. Мне кажется, что динамика роста заработных плат будет еще более интересным и определяющим новостным поводом для рынка. Почему? Потому что как раз темпы роста материального вознаграждения являются составляющей частью инфляционного показателя. И если на рынке труда, мы уже не сомневаемся в том, что там все хорошо, американская экономика уверенно создает рабочие места, и параллельно наращивая возможности, которые приведут к более лучшим показателям по темпам экономического роста. И создает аргументы, позволяющие сделать ставку на то, что долгожданное решение по повышению процентной ставки и нормализация денежно-кредитной политики будет озвучено до конца этого года. Что касается роста заработных плат, то здесь у нас получится, появится основа для возможных прогнозов роста индекса потребительских цен. И если сегодня мы увидим то, что заработные платы снова выросли больше 2,3%, я думаю, что можно будет смело закладывать столь хороший отчет в то, что и инфляционный показатель постепенно продолжит восходящее движение и движение в район целевого показателя в 2%. Поэтому сегодняшний день и два серьезных фундаментальных повода, способных укрепить трейдерские настроения, в пользу того, что доллар сейчас продолжает оставаться одним из самых привлекательных и интересных активов. Вчерашний лоу по паре доллар-японская иена – 122.35. Что касается актуальных котировок, то это уже выше 123, то есть больше 100 пунктов за вчерашнюю торговую сессию, около 100 пунктов за вчерашнюю торговую сессию прибавил доллар. И если сегодня все-таки по факту мы увидим хорошие цифры, я думаю, что мы сможем еще ближе подойти к нашей цели по этому тандему валютных активов в районе 125. И в целом я снова обращаю ваше внимание на то, что даже присоединение к этой сделке с текущих уровней все равно сохраняет очень неплохой потенциал для получения прибыли. Еще пару слов хотел отметить про пару USDCAD. Откройте, пожалуйста, графики, посмотрите. Поскольку нефть является одним из аутсайдеров рынка, и спорить с этим не нужно, мы детально уже проанализировали общую фундаментальную составляющую. Разумеется, под ударом оказался и канадец, и в целом смог реализовать нашу долгосрочную инвестиционную идею, которая касалась возможности возвращения пары USDCAD в район 1.25. Мы анонсировали эту идею практически со дна, с уровня 1.20. Поэтому те, кто находился в этой инвестиционной идее с нами с самого начала, уже получили профит в 500 пунктов. Я думаю, что пока, конечно же, с USDCAD стоит повременить. 1.25 – это уже приличный уровень, даже несмотря на то, что мы сейчас уже добрались практически до уровня 1.26. Что касается других активов USDCAD, мы также делали ставку на то, что помимо того, что доллар растет, еще есть и соответствующие предпосылки для ослабления со стороны Национального банка Швейцарии. Мы сравнивали перспективы этого валютного актива с точки зрения того, что Национальный банк Швейцарии будет задействовать всевозможные стимулы и инструменты для того, чтобы повысить конкурентоспособность национальных производителей. И самый лучший вариант – это ослабить позиции национального актива. Сейчас эта стратегическая идея работает. Более того, мы серьезно полагаем, что в ближайшее время Национальный банк Швейцарии может еще больше смягчить монетарную политику. Например, снизить ставку по депозитам с уровня минус 0,75%, может быть, до минус 1%. Также будет в случае определенных экономических конъюнктурных событий на рынке проводить и валютные интервенции. Это также возможность, которая может оказаться реальной для рынка. И мы поставили цель по USDCAD возвращения в район 0,95%. До этой цели остается также совсем чуть-чуть, поскольку уже есть возможность посмотреть USDCAD. Актуальные котировки. 0,9460. Вот, по сути, 40 пунктов. И если мы сегодня дождемся хорошей статистики по штатам, 0,95 – это то сопротивление, которое будет протестировано. И что касается еще новозеландца. Здесь дополнительный новостной фон связан с тем, что сейчас на рынке формируются серьезные основополагающие ожидания того, что резервный банк Новой Зеландии до конца этого года может даже неоднократно снизить процентную ставку. Есть даже позиции аналитиков, склоняющихся в пользу того, что снижение может быть трехкратным. Это в июле, в сентябре и в октябре. Поэтому в плане смягчения монетарной политики думаю, что резервный банк Новой Зеландии уже опережает резервный банк Австралии. И думаю, что коррекция по новозеландцу может оказаться еще более существенной. И догоняющим активом здесь уже будет австралиец. Помните, когда некоторое время назад резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку, мы увидели открытие с ГЭПом. И тогда пара оказалась в районе 0,70. Если вы посмотрите на текущие актуальные котировки, это примерно 0,67. То есть уже минус 300 пунктов. И мы тогда делали ставку на то, что общий фундаментальный фон, низкая производственная активность, плохие показатели по макроэкономической статистике, слабые показатели по инвестициям и капиталовложениям в национальную экономику, низкие цены на сырье, снижение цен на молоко. Молоко – это главный экспортный товар для Новой Зеландии. Все это в целом указывает на серьезные негативные предпосылки в плане экономики. А значит, в целом, резервный банк Новой Зеландии, чтобы нивелировать и минимизировать этот негативный эффект, должен будет действовать на опережение, смягчать монетарную политику. Поэтому NZD и USD продолжаем делать ставку на коррекцию, несмотря на то, что наши инвестиционные идеи уже в неплохом плюсе. Но я думаю, что пара NZD и USD может вполне скорректироваться до уровня 0,65. До этой отметки остается еще около 200 пунктов. Ясно? Что касается кодового слова на сегодня, это «черепаха». Еще раз напомню, что сегодняшний бонус 6,5% – это дополнительный бонус к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, можно сообщить вашему персональному менеджеру и потребовать его. Действует он до следующего брифинга. Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале «Аммаркетс». Всего доброго, до свидания.